Если не обращать внимание на первоначальную отрицательную реакцию на новости по Brexit, то можно сказать, что рынки проигнорировали сохраняющуюся неопределенность относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза. На настроения трейдеров влияли другие события. Ранее сегодня Народный банк Китая прокомментировал ситуацию относительно замедления темпов роста экономики, заявив о том, что эти рассуждения беспочвены. Однако Кристин Лагард, бывшая глава МВФ и будущий председатель правления ЕЦВ, все же крайне взволнована вопросом мировой торговли. Впрочем, как и финансисты, озвучившие свое мнение о входе совещания Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые состоялись в минувшие выходные. В связи со сложившейся ситуацией доллар все еще удерживает сильные позиции. Индекс доллара, демонстрирующий динамику американского доллара в корзине из шести мировых валют основных торговых партнеров США, откатил от минимума на отметке 97.20 и поднялся на 0,06% к уровню 97.40. В первый торговый день недели пара доллар и иена поднялась на отметку 108.50. Откатом в район 108.30 паре удалось завершить трехдневное снижение. Главным фактором роста стало снижение иены на фоне тяги к риску. Эта причина послужила и росту доходности трежерис, оказав поддержку доллару. Пара отступила приблизительно на 20-25 пунктов от минимумов недели, которые были отмечены в ходе сегодняшних утренних торгов. Пока неясно, сможет ли пара развить дальнейший рост или столкнется с сопротивлением на максимумах, так как трейдеры не идут на агрессивные ставки в краткосрочной перспективе на фоне ожидания понижения ставки ФРС в ходе заседания в октябре. На этой неделе трейдеры находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг и станет последним для Марио Драги. Федеральная резервная система проведет заседание 29-30 октября. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных торгов и ждем вас на нашем канале через пару часов. До встречи!